добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портал радиоцентр снгс начинает свои программы сегодня воскресенье время в чикаго еще ранее 7 в калифорнии вообще 5 утра зато уже на территории россии и беларуси сейчас три часа дня ну и как всегда по воскресеньям этого стало доброй традиции солнечный день ну солнечный поскольку это воскресенье это солнце день солнца сандэй мы беседуем солнечным астрологом вот вот я наблюдаю на экране солнечного астролога василина мискевич и я очень рад этой встречи не сомневаюсь дорогие друзья что и вы будете рады этой встречи тем более что василина мискевич по воскресеньям мы с ней договорились делает прогноз на следующую неделю василина здравствуйте здравствуй майкл здравствуйте радиослушатели здравствуйте интернет-зрители рада вас приветствовать у нас беларуси сейчас три часа дня василина ну это я уже теперь правда обращаюсь нашим радиослушателям дорогие друзья все программы записываются восстанавливается на youtube наш канал такой английский сангейтс радио сангейтс радио по-английски надо написать на конце буква сангейтс солнечные ворота а и надо поставить тире и букву ар английский это сангейтс тире ар вот на этом канале идут все записи они потом переходят facebook дублируется там тоже можно посмотреть и оставить свои замечания комментарии чему будем очень рады поскольку обратная связь она важна и нужна ну вот мы сейчас поговорили с василий она мне сказала о том что беларусь республика беларусь ждет прогнозов от василины поскольку есть действительно какие-то вещи которые хотелось бы знать жителям государства я все время сбиваюсь я еще уехал я еще был не было государства беларусь а было белоруссия василин давай я рассказываю чё ждет государство беларусь она на самом деле это вопросы не только от белорусов тут список вопросов у меня из разных концов так сказать бывшего советского союза получается всех интересует судьба беларуси и у меня большая как меня большая просьба ко всем радиослушателям интернет зрителям не пишите мне на личный почтовый ящик вот вопросы которые я буду озвучивать могу озвучить на сангейтс радио вы можете опубликовать их под любой передачей чтобы смотрели другие может быть им тоже придет в голову что-то спросить и мы с майком увидим обязательно озвучим ответы на эти вопросы а в почтовом ящике скапливается очень много информации и какой-то важный возможно вопрос я пропущу не замечу чтобы не было обид пишите прямо под видео обязательно озвучим обязательно постараемся дать ответ да я хочу добавить со своей стороны дорогие друзья если у вас есть личные персональные вопросы вы там пишите о том что у нас есть личный персональный вопрос уж тогда я обращу внимание василина о том что есть личный вопрос и вы найдете форму общения с ней конкретно но в конце программы мы озвучим о том что все-таки группа она есть уже новая группа где можно задавать стать личные вопросы но пока она еще не очень многочисленная поэтому уже не обессудьте если мы вы увидите в ютюбе о том что была программа с веселиной мицкевич обычно ее проводят специалист нашего центра рита борт в рамках международного женского клуба lotus heart сердца локуса и вас там нету и посмотреть вы не сможете для этого вам надо будет зарегистрироваться но мы в конце еще раз объявим как и где слушаем тебя но я вкратце расскажу вообще тенденции на неделю постараюсь быть очень краткой потому что все предельно ясно все предельно просто неделя такая непростая но всего лишь семь дней а дальше я постараюсь расписать ситуацию с точки зрения астролога в беларуси для тех кто спрашивает и отвечу еще в заключении на один вопрос по поводу прошлой передачи потому что он наверняка такой позитивный и немножечко с юмором поэтому закончится надо на хорошей ноте вот но вот неделя начинается у нас на фоне такого крупногабаритного и обсказала аспекта квадрат юпитера к плутону аспект 90 градусов обычно такой аспект считается не просто напряженным но несет в себе такие тяжелые крупные масштабные события разрушительного характера но часто бывают преувеличение при таком аспекте сферы жизни которые он затрагивает такие габаритные крупногабаритные это в первую очередь машиностроение к примеру раз мы про беларусь будем потом говорить беларуси тоже есть машиностроительные заводы трактора делают у нас вот наверняка это предприятие затронется этим аспектом а в какой форме а вот на примере могу сказать аспект избытка поскольку участвует там юпитер говорит о том что скорее всего избыток предложения от нашего предприятия грядет возможно что избыток продукции будет на складах избыток вообще выпущенных каких-то там изделий машиностроительных это всего избыток обычно на таком аспекте еще избыток военных каких-то учений тоже поскольку там танки это все тоже такая тяжелая техника крупногабаритная ну и а вообще с крупногабаритным транспортом тоже могут происходить какие-то события и чрезвычайные происшествия тоже нужно иметь ввиду уж лучше где-то помельче сесть на свое личное авто чем залазить на какой-нибудь башенный кран экскаватор либо еще какой-нибудь огромный до камаз мастер как тогда я не вижу не камаз простите белаз всемирно белаз маз туда и у нас еще есть мтз-80 есть трактор такой а вот но следующий следующая тенденция на начало неделю такая связанная с пищевой промышленностью а именно мясо молочный потому что тут аспект действует связанный с белками а это у нас мясо и молоко в первую очередь поэтому какие-то тут поста продукции будут пресекаться возможно раз венера ретроградной у нас сейчас присутствует юпич ретроградный то возможно что продукция будет возвращаться а мы ее съедим белорусы после недельного двухнедельного где-то переезда но нам под видом свежей продукции в любом случае продадут сейчас раз уж мясо-молочный такой аспект будет действовать то просто по своему опыту мясо сырое если положить в холодильник и понаблюдать за ним а на неделю не портится такого никогда не было уж чем его пичкает я не знаю она не портится проведите эксперимент поставщика проверьте своего нет напичканы или нет мясо должно портится это белок 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 очень быстро приходит в негодность вот вот такие вот нас ждут события и этот аспект связан конечно же с животноводством поскольку мясо молоко но как он проявится это я уже сказала это связано с поставками скорее всего с пищевыми какими-то с пищевой промышленностью в том числе и с какими-то может быть ресторанами осторожнее может быть просто белковое отравление в принципе если у вас есть какие-то показатели в гороскопе ну и вообще лучше попаститься эти дни эту неделю так будет лучше да у меня к вам вопрос это только на территории белоруссии это вообще везде это общая 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 тенденция общая тенденция попаститься вообще не важно я говорю такую как я называю статистика по планете дело в том что человек скажем так с дева допустим дева во втором доме и сейчас вот именно эти люди могут подвергнуться вот отравлению либо столкнуться с этим аспектом человек с девой во втором доме может жить где угодно как в чикаго так в минске так и на камчатке то есть это не не имеет значения просто в америке может проявиться как отравление к примеру молоком каким-нибудь у нас там свининой на камчатке еще чем-нибудь сильно замороженным или не да не да перележим но вот то есть вот как то так но и пищевая промышленность тоже она же без везде присутствует аспект связаны именно с пищевой промышленностью а вот именно если с медициной связать то мы можем столкнуться с отравлениями именно белковыми отравлениями и следующий аспект такой очень интересный действует тоже где-то до середины недели рыбные я бы сказала но прямо вся такая кулинарная неделя а вот нет я бы сказала наоборот рыбу стоит употреблять эту неделю но вы можете столкнуться такой ситуации вы перепутаете рыба да рыб нет нет перепутаете причину отравления на на рыбу очень много будут может быть злиться на этой неделе говорить что-то плохое но на самом деле рыба-то тут ни при чем и сочетание какой-то рыбной продукции с другими видами каких-то продуктов вот тут будьте осторожны причина будет не в самой рыбе хотя вы подумайте про рыбу ну и что интересно на фоне этого аспекта могут проявиться такие люди с рыбьими фамилиями как-то участвовать вот в этой не знаю политической жизни где-то просто быть на устах акунёвы щукины карасёвы лошадиная фамилия овсов помнишь да 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 ну вот помню но у нас сейчас про всякие скум скумбриевичи фамилии такие связанные с рыбой то есть разные разные фамилии именно по рыбному такому которые звучат да вот интересно наверное в америке тоже есть какие-то нет нет которые звучат по-английски но тоже рыбные фишер фишер отлично фишер это же вообще точно рыба как-то фишер мне в голову не пришел а ведь он точно точно как раз под этой этот аспект подходит вот об этих людях могут говорить и вообще они попадают под такую скандальную ситуацию немножко могут их там где-то оклеветать по поводу этих людей могут просто говорить но астрология это такая наука интересная где-то есть проявляются именно фразы и слова которые соответствуют аспектам положению планеты в градусе положению планеты там соединение со звездой в знаке и так далее ну вот на этой неделе такой рыбный аспект задавали мне вопрос любители тайны тайны тай мира вот вот такое вот спросили а что там при будет происходить после смерти ротшильда далее у нас кто рокфеллера то есть так так у нас первый кощей бессмертный то на 102 году жизни нас оставил да они постоянно оставляют нас они туда мы здесь мы здесь они туда же поэтому как-то я потерял уже очень-то я помню там нас оставлял когда я жил еще в союзе нас оставляли довольно часто там вот и музыка такая была у нас постоянно по телевидению одна и та же да а здесь я за этим не слежу знать ну вот теперь будет вопрос вопрос такой задали а что в связи с этим будет на этой неделе а так вот этот рыбий рыбный такой аспект говорит о том что а в финансовых в кругах вот этих мировых финансов имеются в виду финансы за которые деньги за которые налоги не платят и которые тайные доходы большие суммы огромные капиталы вот в этих огромных капиталов будет что-то вроде бы вроде переучета переучета инвентаризации что кстати говоря может каким-то образом отразится на бирже мы в заключении об этом расскажем я просто раз ты уже сказала о таком человеке я хочу сказать в этой связи вот что вообще так говоря где-то вот более примерно 100 там чем-то лет тому назад два человека который звали родственник и рокефеллер они решили создать сделать бизнес что они сделали они убрали из всех учебников из всех средств так массовой информации интернета понятно то еще не было трудно бывают этого выбрать они убрали тот аспект то что называется быть здоровым без без медицины сегодняшней современной медицины то есть солнце воздухе вода на случай друзья как мы знаем знаменитые русские врачи об этом говорили всю свою жизнь вот и с того момента началось развитие индустрии фармакологических компаний то есть фармацептика фармакология стала развиваться и стали применяться не настоящие натуральные средства и возможности нашего организма а вот именно то что сегодня называется таблетки вот это начало было положено как раз ротшильд рокфеллером ну поэтому я говорю они периодически уходят династия сохраняется какая разница ему 102 года вот 102 года в был другой такой же ротшильд и ракфеллер поэтому слушайте ничего не меняется к сожалению вот единственное что нам василий на дискевич дорогие друзья обращаюсь вам дает понимание того чего нам надо ждать отдельный вопрос от любителя конспирологии я так понимаю что будет происходить но вот вот этот переучет берут переучет каких-то средств которые видимо там наследство какое-то может что-то еще и да вот есть такой конфликт между между династиями как раз мне майкл напомнил он тоже имеет место на этой неделе либо конфликт внутри династии либо между династиями то есть сейчас видим эти деньги каким-то образом делят что-то будет происходить именно в теневой экономике если можно ее так назвать и нет теневой считают криминальный бизнес но как считать ту экономику которая ворочает такими суммами денег и налоги они никому не платят а кому платить самим себе что ли это правда тут все очень завуалирована замаскирована вам это вопрос касаться не буду на самом деле мы можем предполагать на самом деле на этого не знаем тем более что как бы мы все такие люди публичные и все программа выкладывается не все можно говорить в эфире да и не нужно в общем то опять же это домыслы догадки и так далее вот то чего есть тут то есть давайте все таки мы перейдем к астракартографии вещи которые нормального человека ничего не видно всякие домыслов и догадок на этот же аспект конечно можно разложить и по картографии проверить где он действует но я этого уже не я не готовила она следующей передаче то что будет актуально на следующей неделе как раз таки я и подготовлю что что касается картография сейчас нам просто нужно уложиться по времени рассказать о беларуси чуть 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 одно слово еще по поводу этого рыбьего финансового аспекта нас он тоже касается простых людей и касается тех доходов за которые мы которые мы пытаемся укрывать вот это вы укрываете я думал белоруссии ну ладно оставим за кадром это все да а то мало ли нет 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 я я я я не укрываю о вас вообще речи нет вы же знаете чем еще еще касается копилки наверное я так полагаю копилки копилка копилка суда нет нет я прошу прощения копилка к скорпиону относится здесь не тот аспект это именно те дал доходы которые скрываются тщательно причем скрывается на которые налоги не платятся вот поехали к беларуси но вы знаете о событиях которые сейчас происходят на масса белорусов выходит на оппозиционные митинги не назовешь их оппозиционными это просто марши недовольных людей недовольных социально экономическим положением в стране недовольных декретом от унеядстве у нас президент сказал работать всем жены если больные вылечить если если любовницы и жены болеют после лечения срочно на работу их устроить вот но в общем то это не только женщин касается это все касается любовницами надо так и сказал в одно место пускай они лечатся у нас у нас особый президент он вот такой вот серьезно серьезно относится к своим так сказать обязанностям вот к нему сейчас вот одно слово такое у него рак на астенденте на горизонте нет у него он рак по астенденту то есть внешние данные его соответствует как раз рачьим таким характеристикам и в оппозиции к знаку рак находится знак козерога если президент в беларуси рак то народ соответствует и воспитывается в духе козерога есть это народ терпеливый стойкий не конфликтный смиренный можно сказать так но до поры до времени рано или поздно вот такие ситуации когда долго у власти находится президент с рак рак на горизонте у которого все равно вынуждают народ взять власть в свои руки несмотря на то что вот это долго терпение присутствует если он еще свистнет там на горе тогда очень долго ждать приходится я я к этому говорю то есть вот да то есть раскачивается народ тяжело ему нужен план действий народу нужны какие-то четкие руководители это долгий процесс очень долгий очень нудный но обычно если народ поставил цель какую-либо он обязательно его добью ее добьется если у народа есть если народ хотел бы чтобы отменили этот декрет добьется этого будет упорно ходить на митинги добиваться и добиваться ну такая такая вот связь народ правитель до говорят каждый народ получает того правителя выбирает того правителя которого заслуживает я бы сказала не так каждый правитель воспитывает народ под себя если бы я выбирала например президента я бы лучше как ваш трамп да со львом выбрала на асценденте все-таки у меня водолейские характеристики присутствуют я бы хотела быть народом водолеем хоть это и несколько страшно вата поскольку много всяких неожиданностей но козерогом народом козерожьего типа быть очень сложно потому что лишений все больше как правило все тяжелее ситуация становится все хуже давление все сильнее это это не так-то просто выдержать ну будем надеяться будем надеяться я это совершенно замечательный народ я прожил много лет поэтому тем не менее мы верим политиков был такой человек его звали кардинал для решили он говорил это мазари не говорил политика политикой а любовь любовью давайте мы уйдем от политики и перейдем к чему-то более такому поскольку по просьбам все-таки я не закончила я прошу прощения я не только хотела сказать о президенте а я хотел сказать о стране в целом о карта карта графе без политики без политики об особенностях беларуси на самом деле такой стране страны больше нет на нашем полушарии страна сама по себе очень маленькая помнишь какие можно за день объехать все беларусь она и при и при при прилечь край гостинца старого да так вот на территории беларуси 4 стихии в данный период действует вот скажем так сто лет назад вся страна была под тельцом под знаком тельца это стихия земли причем такое плодородной земли поэтому картошка а у нас за в течение ста лет так вот стала дан на рица бульба нарицательная ну вот в принципе да и хра это хорошо было это урожай и доходы и зажиточность какая-то но теперь в результате принцессии и нутации территория сместилась и беларусь находится под влиянием еще дополнительных трех стихий телец ушел на юго-запад запад получается под юго-западом сейчас под тельцом сейчас только одна лишь брестская области кусочек минской области но там захватывает захватывает край гродненской области но это уже не та беларусь которая была сто лет назад и это не россия и не украина это всего лишь кусочек можно сказать тенденции как событий как на украине людей как на украине это всего лишь одна четвертая часть следующий кусочек который при прилегает к скандин сейчас я к скандинавскому овну это у нас кусок а получается гродненской области приличный такой кусочек витебская область скандинав влияние скандинавского овна и вот это влияние будет усиливаться скажем так с западной европой я бы не связывала я больше бы связала телек западной европой целиком а скандинавский овен он отличается это страны прибалтики это северные страны норвегии викинги в общем так вот влияние этих викингов сейчас увеличивается и довольно сильно и через один градус это получается через 70 лет большая часть территории беларуси будет именно а вот под скандинавским овном есть небольшой кусочек еще третий это рыбы причем это арктические рыбы затрагивают совсем маленькую часть беларуси но они на границе это часть витебской области и могилевской области которые а вот все северо-восток ну там может быть орша туда попадает да это это связано вот с каким-то российским влиянием но не целиком с россии а именно с арктикой может быть где-то ближе питер будет этому влиянию санкт-петербург чем москва и вся россия очень кстати говоря прогрессивное такое влияние на будущее стоит вот разрабатывать какие-то новейшие технологию по этому рыбному влиянию энергию новую добывать это творческое кстати говоря чего вот не хватает а белорусам это сейчас творчество творческой какой-то составляющей у нас как на украине не пляшут и не танцуют но вот дремлет что-то и проснется благодаря рыбам через 70 лет влияние рыб усилится и влияние скандинавского овна еще одно влияние а у нас есть другой ближневосточный овен пересечения как знак овна состоит из таких звеньев цепочек а вот видно да и вот эти вот вот соединение звеньев скандинавского окна и ближневосточного овна у нас прямо в минске ну там плюс-минус один градус на территории вот этот перешеек где-то на территории центра беларуси находится почему вот у нас в 2011 году был теракт метро когда уран переходил из знака в знак то есть он вошел в первый градус овна выходил из рыб если вот этот перешейк задели в минске и следующий раз опять перешейка будет задет в другом месте когда из овна в телец будет переходить с одной стороны же телец а с другой стороны овен вот из этого перешейка он рванет туда в телец и опять будут происходить какие-то события на территории беларуси такие масштабного когда это возможно следующем году да то есть то что сейчас происходит это такой долго играющий процесс козерог обычно не спешит народ козерожьего типа такой под влиянием сатурна очень медленно все делать но планомерно тем не менее планомерно вот какая уникальная страна какие различные здесь действует влияние и на самом деле очень сложно предсказать поведение народа плюс еще дева в гороскопе самой беларуси выражена народ выражен девой знаком девы это трудолюбивые услужливые подчиняющиеся такие люди тоже тоже терпеливые все это довольно медленный процесс и различные влияния тут прогноз да прогноз астрологу тяжело делать потому что все разная страна одна влияние различная единственное что можно учесть и чем я не сомневаюсь этого в том что влияние скандинавского овна будет усиливаться тельцовский вот этот европейский там польша западная украина он уходит телец этот но приходит на смену другой неплохой вот эти викинги на это хорошо и уходит ближневосточный я не сказала географию ближневосточный овен уходит это гомельская область гомельская и немножечко могилевской это то что примыкает к восточной украине там где сейчас народной республики образовались вот это влияние ближневосточного овна понятно вот так хорошо спасибо